Так, ну что, раз-раз, всем привет. Напишите в чат-плюсик, кто меня слышит, а то можно много рассказывать, звука нету. Так, спасибо большое. Ну, давайте знакомиться. Значит, рад, что вы подключились, всегда приятно рассказывать живым людям. Вот, но, тем не менее, будет запись, и мне очень хочется, чтобы запись была хорошая. Вот, поэтому давайте начнем со знакомства. Как-то меня спросили, Вячеслав, а посоветуете вот нам к такому-то преподавателю пойти? Говорю, посоветовать. Ну, вот этого преподавателя я не знаю, но надо сделать очень просто. Зайдите на YouTube, введите его фамилию, посмотрите, как он ведет занятия, и смело решайте. Поэтому вот моя фамилия, Лофтеров Вячеслав Александрович, меня зовут. Я работаю в первую очередь сотрудником МБТУ имени Баумана, работаю в Центре управления сетью, и, значит, занимаюсь там всем тем, что одновременно читаю в замечательном компьютерном центре специалистов. Значит, ну, вам разослали ссылку на очередной рекламный вебинар, поэтому немножко расскажу, откуда он взялся, и как его использовать. У нас в учебном центре имеется линейка курсов Linux. Легко на сайте специалист в каталоге курсов найти ссылку на Linux и свободное ПО. И, в общем-то, я 20 лет уже работаю администратором и 20 лет делаю курсы, поэтому курсов мы создали много, и курсы эти тщательно выберены, отлажены, значит, упорядочены. Поэтому минутка рекламы. У нас имеется курс, на котором вас научат работать с сетями вообще, научат работать с Linux, как его поставить, обновить, добавить пользователей с ПО, что такое SystemD и почему это не страшно, да, и на что его можно заменить, если страшно. Также имеется курс Linux уровня 2 администрирования сетей, на котором мы расскажем, а что теперь с этим Linux делать, для чего он вообще нужен, ну и превратите Linux в пайловый сервер, почтовый сервер, DNS сервер, шлюз в интернет, ну, короче, много-много-много. Но не все, кое-что останется еще. И, например, на третьем курсе про безопасность вам расскажут про такие вещи, как там все Linux, AppArmor, как VPN организовать, как удостоверяющий центр и прочее-прочее. Такой, как бы уже поглубже курсу безопасность Linux. Также имеется курс, который расскажет, как Linux интегрировать с сетями Windows, Windows с десктопами, Windows с серверами, курс про протоколы LDAP, Kerberos, SymbolSignOn и так далее. В общем, приходите, понравится. Один из моих любимых курсов по мониторингу Zabbix, как все это хозяйство мониторить. И, в принципе, на этом можно было бы остановиться. Но, конечно, не хочется. Курсы я разрабатывать люблю, стараюсь сделать их интересными. Поэтому вот в следующий курс, который уже шестой по порядку, попала тематика отказа устойчивости. То есть, грубо говоря, как все сервисы, которые мы здесь развернули, на уровне 2, сделать отказы устойчивыми, используя бюджетные подручные средства. И, собственно, наш семинар является продолжением этого курса. Сам курс я тоже очень рекомендую к изучению. Если кто-то из вас его изучал, то как раз попали на продолжение. Кто не изучал, буду рад. Но сам вебинар, конечно, не является прохождением курса обязательно. Те, кто у нас никогда не был, можете смело взять вебинар и попробовать все, что я там рассказываю, сделать. Потому что цель наших курсов и моих вебинаров – это практическая сторона. Хочется увидеть, как это работает с минимальными затратами. Ну, а так, чтобы рекламу закончить, у нас тут, в принципе, такие темы, как Пейсмейкер, Кроссинг, значит, Линукс-контейнеры и прочие зеркалирования дисков. В общем, курс сам неплохой. И вот этот курс останавливается в точке, которую мы с вами сейчас будем наблюдать. Вот от нее я, собственно, дальше и оттолкнусь. Еще раз, просто оптимизация материала позволила сэкономить время и подумать, а что бы еще такое интересное рассказать. Да, привет всем, кто подключился. Значит, исходное состояние. У нас имеется отказоустойчивый шлюз из двух узлов. Вот первый узел, второй узел. На этих узлах также развернуты всякие решения отказоустойчивости. Но еще раз, использовать мы их не будем, не будем на них опираться. Значит, можно считать, что у нас просто есть шлюз в интернет, есть машина, которая в этот интернет входит, и, собственно, к теме нашего курса. Когда-то я услышал, что в компании Яндекс, ну, давно, когда-то, в начале нулевых, услышал, что в компании Яндекс разрабатывают свои приложения таким образом, что если мощности не хватает, то просто берут еще десяток компьютеров, покупают, включают их в сеть, и приложение начинает распределяться по этим новым узлам, и, в общем, мощности начинает хватать. Я думаю, как же они так это делают? Круто. Вот, ну, в Яндексе можно узнать подробности, а мы с вами рассмотрим задачу, ну, отчасти такую. Вот у нас типичная задача для инженера – это хранение данных. Хранение данных. Постоянно возникает проблема, что место закончилось, надо добавить. Постоянно возникает опасение, а если этот рейд-контроллер сломается, то что делать? А если эта дорогостоящая хранилка закончит свое время жизни, энд офлайн, то как же поступить? Вот, где найти деньги на новую, которая стоит, как самолет? И вот, когда я искал материал, вот, продолжение этого курса, шестого, а еще раз, шестой курс, главное его отличие, он не опирается на какие-то облачные технологии. Это абсолютно железячный курс. Вот есть компания, у нее есть оборудование железное, вот стоит прямо на территории компании. Как сделать так, чтобы на этом оборудовании работали сервисы и не ломались? То есть, еще раз, это не где-то там в облаке все это там, в кубернете с там и прочей, там, балансировщики нагрузки. Нет, абсолютно железячный курс. И вопрос с хранением данных тоже абсолютно железячный. Вот у нас имеется там пять компьютеров. Как сделать так, чтобы место закончилось? Мы шестой просто запустили, и место появилось. И, оказывается, имеется замечательное решение open source, которое называется CET. Извините, мой английский, буду иногда говорить слова, которые англичане не понимают. Буду так его называть. Соответственно, вы получили анонс вебинара. Я тоже открыл вебинар в своей Википедии. Кстати, если вам понравятся мои занятия, то можете смело пользоваться моим ресурсом wikival.bmstu.ru И этот ресурс я использую и для своей работы как инженер МВТУ имени Баумана, и для ведения занятий. Поэтому у меня здесь есть ссылка на план вебинара. Ну, на самом деле, она особо не нужна. Нужно просто найти этот вебинар, будет на Ютубе. Ну, а на Ютубе легко будет его найти по слову CEF, пробел специалист. Ну, и, собственно, здесь тоже будет ссылка на запись. По фамилии моей можно искать и прочее. Поэтому перейдем к делу. Итак, у нас в компании уже два компьютера используются вовсю. Вот они, первый Linux, второй Linux. Вот я даже к нему подключился. Отказоустойчивый слюс. И еще у нас в компании имеется куча железа. Куча железа разномастного или одномастного – это уже нюансы. Хочу на этом оборудовании развернуть отказоустойчивую файловую систему. Как это сделать? Ну, сперва мне понадобится, собственно, это железо. Поскольку все-таки у нас вебинар и такой игрушечный сценарий. Поэтому, конечно, железо будет тоже виртуальное. Поэтому я сейчас запущу процесс, который создаст эти виртуалки. Заодно покажу, как это автоматизировать. Хотя вот по сценарию это настоящие железные компьютеры. Значит, мы будем использовать виртуалбокс и будем использовать команды виртуалбокс. Чтобы нам было проще, я сейчас возьму и необходимые скрипты загружу из своего собственного репозитория. И вот если вы попробуете все это воспроизводить, то тоже можете воспользоваться. Кстати, буду использовать замечательную команду cmdir. В ней есть прям натуральный паш. В нем можно перейти в домашний каталог. Можно запустить команду git clone. Ну, короче, в Windows настоящий такой кусок линукса. Ну и, соответственно, здесь имеются в этом репозитории необходимые скрипты, которые я использую на занятиях. В том числе есть раздел virtualbox. Ну и на разных курсах, чтобы не тратить время на развертывание виртуалок, мы используем скрипты. В данном курсе будет использоваться скрипт, который называется setup. Дальше указывается номер стенда. Если будете у меня учиться, то у каждого будет свой номер стенда. Я обычно беру 13 номер стенда, чтобы люди не переписывали с доски в такой как бы стрёмный номер. А 6 – это номер курса. И говорю, разверни-ка мне инфраструктуру вот к 6 курсу. Поехали. Нажимаю на Enter. Ну и пока это всё двигается, продолжаю рассказывать, что у нас по плану. У нас по плану сейчас вот к этим двум узлам, ноди 1 и ноди 2, так они у нас будут называться, добавятся ещё 5 узлов. 5 узлов как раз пригодятся нам для того, чтобы развернуть отказоустойчивое хранилище на трёх узлах, потом добавить узел, когда место кончится, потом уничтожить узел, когда эмулируем аварию, а потом добавить ещё один узел. Ну, короче, 5 узлов вполне хватит. Чтобы не тратить время, глядя, как эти виртуалки разворачиваются, расскажу, как, например, в DNS описать 5, 10, 500 узлов. Вдруг пригодится, посмотрите. Ну, 500 узлов это я хватил, конечно. Ну, так вот, до 254 это можно сделать. Соответственно, на шестом курсе всего 2 узла, поэтому их можно описать, в общем-то, самым простым способом, самым простым способом, как это делается на курсе Linux 2. На курсе Linux 2 вас научат, что DNS настраивается вот таким-то вот образом, и в нём можно, соответственно, прописать. Первый узел имеет вот такой адрес, второй имеет такой. Ну, а если у нас 100 узлов, как это делается в DNS в пакете BIN? Вот, познакомьтесь, команда Generate сейчас генерирует 100 записей, каждая из которых будет вот такой. Вот, ну, соответственно, поправили, если правили, файл конфигурации DNS. Также у нас в курсе отказоустойчивый DNS на двух узлах, и также у нас в курсе пакетик, который синхронизирует конфигурацию DNS, и серверов перезапускает, ну, короче, курс шестой. Так, ну, а результат у меня сейчас этих узлов host node 1 до node 6, node 100 есть. Ну, сотого у нас не будет, вот у нас будет несколько узлов. Так что вот имейте в виду, как поименовать множество узлов, не тратить от слишком много времени на редактирование. Так, дальше, значит, CMDR я запустил, склонировал, запустил. Ну, и чтобы не было никаких секретов, значит, скрипты делают очень простую вещь. Они создают виртуальные машины, используя штатный образ, который у нас на занятиях используется. Используем мы Debian, ничего хитрого в этом образе нет, можно просто скачать из сети дистрибутив, установить next, next, next. Вот, значит, к сети они подключены к определенной, ну, в данном случае используется внутренняя сеть. И имеется дополнительный жесткий диск размером 4 гигабайта на каждом узле. Дальше я эти узлы запускаю. Можно все хором запустить. Вот, и когда я готовил вебинар, то меня здорово подрывало, конечно, использовать не скрипты на VirtualBox, а Vagrant. Я даже разработал, в принципе, план лабораторок, но понял, что в 45 минут Vagrant и CEFT как-то не лезут. И это как-то одно другому мешает. А во-вторых, сценарий-то у нас, у нас же железные машины. Железные машины. Поэтому железные машины, на железные машины мы нудно ставим, значит, Linux. Дальше к этой железной машине подключаемся и настраиваем ее. Настраиваем долго и грустно. Ну, не будем мы долго и грустно настраивать целых 5 узлов. Я сейчас сэкономлю, но кое-что придется руками поделать. Вот, посмотрите, мне приходится для каждого узла базовую настройку сети сделать. То есть присвоить ему IP-адрес. Вот, для третьего узла присвоил IP-адрес третьего узла. Сеть у нас на курсах локальная, как правило, 192-168. Номер стенда. Так, значит, позорно. Почему позорно? Потому что есть средства автоматизации, да? Например, Vagrant. Приходится мне вот так вот делать. Так, ну ладно. Главное не поошибаться, потому что время на ошибки не хочется. Так, на ошибки, значит, третий узел. Так, пятый, так, это у нас до пятой, 192-168. Подряд я их нумерую. Так, 13, соответственно, 5. Дальше, соответственно, шестой узел. Так, ну держитесь, еще один узел остался, и можно будет к чему-нибудь более интеллектуальному переходить. Так, и в конфиг. Да, и в конфиг нельзя использовать на всякий случай. Кто-то посмотрит в вебинар, скажет, что за рухлядь такая, и в конфиг это уже нету. Да, команда IP есть, конечно, но в ней надо две команды, чтобы поднять интерфейс. У меня времени не было, поэтому пока и в конфиг не выпилили, пользуюсь. Хорошо, теперь поинтересней. Значит, на этом же шестом курсе, на котором всего два узла, пользуются препод случаем и рассказывают про замечательную систему Ansible. И она, в принципе, развернута прямо в рамках самого вот этого шестого курса. Рассказывать про систему я на вебинаре не буду. Значит, приходите на курс. На самом деле полно материалов по Ansible, и не только на нашем курсе. Я просто всегда добавлю группу узлов, которые решил назвать добавочные узлы, потому что по сценарию мы добавляем к тем двум, которые были. Вот. И, соответственно, мы видим здесь, какие узлы, какой учетной записью туда подключаться, с каким пароль. И это мне позволяет сейчас проверить связь с узлами. Вообще, посмотрите, как там у меня. Не поошибался ли я, когда сети настраивал и так далее. Все это может быть. Вот. И вот я бодро вижу, что пять узлов у меня отзываются. Да, восьмого, девятого у меня нету. Поставим их. И, собственно, нам в сценарии они не понадобятся. Так. Дальше про Ansible рассказ. Ну, опять же, я просто настроил IP-адрес команды ifconfig. Стоит перезагрузить систему, как она тут же, собственно, все потеряет. Поэтому в рамках курса рассказывается в теме Ansible про использование ролей. Ролей там как бы достаточно на курсе развернут. Ansible рассматривается. И в том числе рассматривается роль, которая настраивает файлы конфигурации сети. Ну, если вы настраивали сеть когда-нибудь в Debian, то вот эти файлы вам могут быть знакомы. Вот. Опять же, мы с вами не на курсе, поэтому воспользуемся готовой конфигурацией. И она хранится в том же самом репозитории, с планирования которого я начал, да. А, по Вагранту будет вебинар. Все принято, да. Да, я, честно говоря, иногда испытываю муки, чтобы такое рассказать. Вот. А тут я вижу, что по Вагранту есть запрос. Договорились, да. Буду иметь в виду. Спасибо. Так. Ага. Соответственно, считая, что вы где-то узнали, как делать роли или посетили наш курс 6, я запускаю вот эту вот инструкцию, которая сейчас на всех пяти… Нет. Она попытается на семи узлах, да, начиная там с третьего по девятый, а справится только с пятью. Настроит сеть, вот. Соответственно, создаст вот эти вот пять, четыре файла. Host, ResolveConf, HostName, Network Interfaces, вот. И перезагрузит узлы. Значит. А, TimeZone настроит, ну, чтобы не тратить время. И перезапустит узлы. Так что это у нас пять узлов появилось. Кстати, это уже к железу имеет прямое отношение. Вы можете использовать Ansible смело с железными компьютерами, так же, как и с виртуальными. Так что все прямо как в жизни. Хорошо. Дальше двигаемся. Значит. Мы с вами, собственно, переходим к теме установка и настройка CET. Вот. Что я могу сказать? Значит. Open Source такой Open Source. Документации, с одной стороны, очень много. С другой стороны, везде что-то по-разному. Где-то старые версии, где-то какие-то, значит, команды, которых уже нету. Короче, немало времени я потратил на то, чтобы вот с минимальными усилиями развернуть отказоустойчивое файловое хранилище. И, собственно, опирался я на официальную документацию на английском языке. Вот. И по этой причине, значит, мы с вами увидим сейчас в статье постоянно ссылки на англоязычную документацию. Хотя на самом деле, хотя на самом деле и на русском языке можно кое-какие подсказки найти. Я даже кое-какие вещи узнал именно от товарища там с Хаббера, за что им большое спасибо. Так. Значит, я сейчас запущу длительный процесс, который, собственно, этот CET установит. Установит, чтобы не тратить, значит, время. Я вот так вот поступлю, значит, установку запущу. Установку запущу. Вот. И в D-обионе для того, чтобы на узел установить CET, достаточно установить пакет CET. И вот пока он ставится, тоже это процесс как бы серьезный, там много пакетов, я продолжаю. Значит, процесс пошел и рассказываю все-таки, что это из себя представляет. В принципе, еще раз спасибо ребятам с Хаббера, потому что вот хорошая статья, может быть, там она такого, про 2016 года. Здесь рассказывается идея. Я расскажу идею следующим образом. Значит, мы хотим, чтобы хранилище было отказоустойчивым. Как это сделать? Чтобы оно было отказоустойчивым, всякие знают. Надо сделать, чтобы информация хранилась в нескольких копиях. Вот авторы CET эту идею еще усилили. Значит, по умолчанию информация хранится в трех копиях. Кстати, все можно менять, все можно настраивать и так далее. Далее. Всякие знают, что лучше хранить информацию в разных местах. CET позволяет хранить эти три копии в разных местах. Более того, он позволяет указать вам, что, например, эти три копии будут храняться в разных городах. То есть, ваши системы будут не как у нас по сценарию. Вот у нас компания, вот у нас там железо, вот оно там в одном месте. А вообще может быть один дата-центр, другой дата-центр. И имеется возможность распланировать хранение данных. Вот. Что еще CET позволяет? Как только выходит из строя какой-то узел, CET тут же, без всяких просьб с вашей стороны, растиражирует данные так, как надо. То есть, опять он делает три копии на оставшихся узлах. И, собственно, от вас требуется только поддерживать количество этих узлов в достаточном количестве, чтобы работала отказоустойчивость. Вот. Ну, собственно, мы с вами все это дело и должны увидеть. Значит, статьи, которые мне помогли, находятся вот в ссылке «Решение CET». Кстати, можно пользоваться Википедией. Просто открываете там Вики, Валбе, Мастеруру, набираете CET. Вот. И вот она ссылка на вебинар, а вот она ссылка на статью. Ну, и сами статьи я пытаюсь писать максимально кратко, так, чтобы, в общем-то, здесь не было огромных файлов конфигурации, мутных действий. То есть, трачу время на то, чтобы все это дело вычистить. Ну, и пока CET вставится, имеется несколько критических статей, рассказывающих про архитектурные особенности CET. Значит, это тоже надо иметь в виду. Если вам тема понравится и если вы решите использовать это в боевом варианте, вот, то, конечно, почитайте и вот эти вот истории, и причины, по которым при некоторых конфигурациях можно устроить динайл в сервис. И как это дело обходить? Как это дело обходить? Ну, истина в том, что надо иметь избыточность. То есть, само оборудование может быть не очень дорогим, не очень надежным. Главное, чтобы его было много, главное, чтобы оно было распределено. И, собственно, тогда можно считать, что у вас в руках отказоустойчивая система мечты. Она никогда не устареет. Просто узлы будут меняться постепенно одни на другие. И данные будут автоматически перераспределяться. Так, у нас, собственно, завершилась установка этого CET на все узлы. И мы можем двинуться дальше. Можем двинуться дальше. Значит, ну, я так и буду идти вот по этой статье. Вот, и цель у нас, цель у нас сделать хранилище, доступное через интерфейс iSCSI с поддержкой отказоустойчивости. То есть, мультипасс iSCSI. Ну, и посмотрим, кто к этому iSCSI подключится чуть позже. Итак, поехали. Значит, мы с вами выполнили вот это вот действие. Дальше. Вот у нас ссылка на англоязычную оригинальную документацию. Все, что здесь написано. Да-да-да-да-да-да. Так, что-то мне пишут. Ага. Да-да-да. Да-да. Давайте я на вопросы посмотрю чуть позже. Да-да. Принято. Да. Хорошо. Хорошо. Поехали. Значит, что я сделал? Чтобы уложиться в 45 минут, в чем я не уверен, я выкинул из CET по всю безопасность. Это, конечно, неправильно, особенно с учетом, что я ответственный за безопасность в институте. Но ничего не мешает вам воспроизвести лабораторные работы, указав вот эти вот параметры не нон, а, собственно, так, как в оригинальной документации. Значит, дальше. Одним из элементов отказово-устойчивой системы CET является монитор. Мониторы как раз и определяют, какие из узлов живы, определяют, как распределять отказо-устойчивые данные, вот эти карты хранения данных. И должно быть не меньше трех мониторов. Наверное, те, кто записались на вебинар в теме отказо-устойчивость, слышали понятие «кворум», да, поэтому должно быть такое количество мониторов, чтобы могло быть большинство, которые принимают решения в случае, если какие-то из товарищей стали недоступны. У нас будет три монитора на узлах 3, 4 и 5. Последовательно, первые два мы оставляем, соответственно, 3, 4 и 5. Указывается их IP-адреса и указывается сеть, которая используется для коммуникации между мониторами. Так, ну я понял, что уже не на том компьютере делаю, это нормально. Значит, мне надо перейти на ноде 3, да, и сделать это на ноде 3. Ошибка номер один. Посчитаем, сколько я их сделаю. Так, хорошо. Значит, так, файл конфигурация. Так, теперь этот файл нужно раскопировать по всем компьютерам, поэтому я, чтобы не тратить время, сейчас генерирую ключи. Опять же, можно было Ansible использовать, и я тоже начал как бы делать, думаю, ну как-то это все так по старинке, ключи какие-то копировать. Ведь есть же Ansible, но команды, конечно, более монструозные, и Ansible, конечно, очень хорош, когда у вас все автоматизировано. Кстати, в документации по цеху мне сразу не понравилось то, что они говорят, давайте мы вам покажем, как это через Ansible делать. Вот как это вот руками, ничего не надо делать, вот берите, а это всегда не очень приятно, когда ты как бы видишь продукт не вот руками, да, когда изучаешь его, да, когда, конечно, ты его хорошо знаешь, то разворачивать его с помощью Ansible, это прекрасно. А вот в рамках обучения все-таки хотелось бы как-то вот руками его попробовать, компоненты позапускать, поэтому я вот, собственно, накопал документацию именно в эту сторону, руками. Ну и, соответственно, руками мы создали файл конфигурации, и сейчас я этот файл конфигурации раскопирую, раскопирую по узлам, по узлам раскопирую. Так, ну вот таким вот образом, да, команда, в общем-то, знакома всем, да, Security Copy. Так, дальше открываем документацию дальше, и в документации сказано, необходимо создать карты, описывающие, описывающие, где у нас находятся мониторы, вот, с какими узлами и так далее. Ну и так я файл конфигурации лихо сделал, осталось только сказать, что каждый кластер CEP имеет уникальный идентификатор, я просто взял какой-то на каком-то из этапе тестов, и его под гвоздями сюда забил. Вот, и, собственно, создается карта узлов сети, в которой указывается идентификатор кластера, указывается IP-адрес каждого узла, и все это сохраняется в временный файл, временный файл в каталоге TMP. Значит, продолжаю описывать карту узлов, значит, добавляя следующий узел, он у нас Nodi 4, второй узел у нас Nodi 4. Так, ну сдвинуты, первые два по сценарию заняты на курсе у нас отказоустойчивости. Так, ну и, соответственно, пятый узел, третий член кластера у нас, и, собственно, тут тоже, да, сеть только свою вставлю. Вот, читаем документацию дальше. Ну, в принципе, имеется команда, которая позволяет посмотреть содержимое этого файла, так вот, не набрали ли что-нибудь, IP-адреса, имена узлов, вроде бы все в порядке. Так, и, собственно, копирую этот файл, временный файл на оставшиеся два узла. А дальше открываю документацию и знакомлюсь со следующим. Значит, во-первых, необходимо создать специальный каталог для монитора, причем имя каталога состоит из имени кластера. Опять же, имя кластера, кроме UID, имеется, и здесь имя не указано, поэтому оно будет по умолчанию просто называться ЦЭЛ. И имени узла. То есть на каждом узле надо создать в каталоге varlib.sevmon каталог для хранения вот этой вот карты в сети. Ну, и вот небольшой лайфхак для вас, как вот одной командой, объединить несколько SSH инструкций, выполняющих действия на нескольких узлах. Вот так вот, вот так вот это делается. Так, создаю каталоги. Так, и дальше имеется в документации команда cmon с ключом создать файловую систему, описывающую карту сети на каждом узле, используя вот этот вот временный файл. Опять, поскольку эта команда должна быть выполнена на всех узлах, я воспользуюсь вот этим лайфхаком. Вот, команда bash с ключом минус c. Так, в принципе, можно посмотреть, что у нас там произошло, какие, какие, какие. Вот, и как раз вот мониторы будут хранить информацию о том, где у нас данные хранятся, вам помогать перераспределять эти данные. Вот, поэтому используются файлы вот key-value backend, база данных story.tp, ну, что-то такое, к чему мы, инженеры, должны относиться. Вот, так, наверное, и должно быть. Остается только мониторы запустить. Вот, ну, и вот здесь мы видим команду великого ужасного systemd, то есть на каждом узле запускается монитор, вот, с указанием, да, в имени сервиса указан имя узла, на котором он работает. Ну, и команда enable в автозагрузке прописывается так, чтобы после рестарта узла все это заработало. Так, дальше, команда, которой мы будем часто пользоваться, показывает нам состояние кластера, и у нас кластер уже работает, смотрите, какой водой, да, здоровье у него нормально, три монитора работают, форум. Так, друзья мои, с микрофонами прошу в конце. А у меня темнота. Раз, раз, раз. Ага, я, извиняюсь, был вынужден выключить, потому что секция вопросов и ответов будет позже, вот, и, значит, это самое. Пишите в чат, пишите в чат, пишите в чат, если что-то срочное, пишите в чат, в чат я поглядываю. Так, ну, а мы продолжаем, продолжаем, да, пишите в чат, я его обязательно просмотрю, все, что там напишите, все мы с вами обсудим. Так, ну, на низком уровне можно увидеть, что процесс работает. Дальше, дальше. Читаю я статьи, описывающие СЭФ, и нигде не сказано ни про какой менеджер, ни про какой менеджер, а вот в финальной документации, последней, окончательной, там говорится, а еще надо запустить менеджеры. Читаю, что такое менеджер по-английски. Ну, английский, я знаю, так не супер, вот, ну, и, соответственно, он используется для дополнительного мониторинга, для внешних программ и так далее. Начал я подозревать, что, может быть, он и не нужен для наших задач, какой-то дополнительный мониторинг мы, вроде бы, не запланировали, но не успел я проверить, как без него работает все, что я здесь запланировал, поэтому просто в документации скопировал вот эти вот команды, здесь, честно говоря, надо просто создать каталоги для этого менеджера, опять же, одноименные с именем кластеров и узлов, и просто его запустить. Ну, поскольку действий тяжелых делать не надо, сделал, но вообще-то я люблю все минимизировать, поэтому вам задача, если выясните, что менеджеру не нужен, напишите мне письмо. В чате, кстати, имеется, я подписался правильным адресом электронной почты, вот, ну и кто смотрит видео, если у вас на ютубе, да, вы нашли видео, смотрите и знаете что-то хорошее, пишите. Кстати, я никогда не позиционирую себя, как очень знающего все на свете, я, как обычный советский инженер, занимаюсь всем, и просто потому, что в сутках 24 часа они все знают, и про ЦЕФ тоже, поэтому, если какие-то интересные мысли будут, смело делитесь, вот, вы меня не обидите нисколько, так что пишите, потому что с ЦЕФом я знаком не так давно, и только в таких игрушечных конфигурациях, поэтому, если какой-то есть суровый, тяжелый опыт, обязательно поделитесь и с товарищами тоже. Так, то есть, вебинар будем использовать как место встречи такое. Ладно, значит, если посмотреть теперь состояние нашего кластера, то, соответственно, он как был здоров, так и осталось, но появилась строка, что теперь у нас вот эти менеджеры запущены, вот, и, наверное, можно найти причину, для чего они нужны. Так, ну, а мы переходим, собственно, к данным. К данным. Значит, мониторы у нас готовы мониторить, сохранность данных поддерживать, распределять их и так далее. А, собственно, кто этими данными занимается? Этим занимается Object Storage Demon. Object Storage Demon позволяет использовать дисковые накопители по назначению, а именно хоронить на них данные, которые будут доступны вот через этот самый CEF. Я уже говорил, что на каждом узле у нас имеются по дополнительному диску 4-гигабайтному, вот они. Поэтому я могу смело сказать, что, опять же, авторы CEF нас освободили от лишних действий. То есть достаточно воспользоваться вот такой вот инструкцией, которой указать, где будет использоваться, какое устройство будет использоваться для хранения. Ну и слово LVM наводит на мысль, что если у вас, например, места стало мало, то ничего не мешает добавить в эту систему еще один диск, там, SDC. И с помощью LVM эти устройства объедините. У вас объем увеличится. Ну, в Lab'е у нас этого не будет, но все в 45 минут не уместите. Так просто мы с вами наберем эту команду на всех трех узлах. И у нас пошли запускаться мониторы, инициализироваться, собственно, данные. И получается, что у нас три узла. На каждом работает монитор, на каждом работает менеджер и на каждом работает Object Storage Demon. Значит, ну, слово Object говорит о том, что система CET на самом деле, она разрабатывалась как объектное хранилище. И я, будучи не программистом давно уже, могу вам рассказать, что слышал, что к языкам программирования современным имеются библиотеки, которые позволяют в программе оперировать данными в хранилище не через файлы, как это мы старые админы привыкли, да, надо данные сохранить. Мы берем, а, файл, дескриптор, открыли, поехали. А вот можно прямо сказать, вот в хранилище сохрани, и там даже какие-то структуры, там, ключ, значение и так далее. Опять же, ходят слухи непроверенные, что CET прекрасно интегрируется с новыми решениями. Подождите, 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 вот, слушайте, я сейчас еще расскажу по-вашему, который вы мне в почте прислали. Да что же это, Татьяна Федоровна? Татьяна Федоровна, напишите, пожалуйста, в чат, давайте. Ага, хорошо, да, вот, я почту вам не писал, но могли вместо меня написать. Так, хорошо, тогда поехали дальше. Так вот, так вот, и отступление, и в докере, и кубернетисе прекрасно можно использовать CET как хранилище для стейт, чего там, там есть стейтлэс, да, а есть стейткул, да, как спец по докеру, могу оперировать такими словами. Вот, но мы с вами, я, особенно старый админ, будем, конечно, использовать CET как пайловое хранилище, привычное нам. Ну, по крайней мере, за 45 минут постараюсь успеть это сделать, кстати, скорее всего, не получится. Но едем дальше, ничего страшного. Так, поэтому двигаемся дальше. Значит, теперь мы, развернув Object Storage демоны, можем создавать пулы, пулы для хранения данных. Значит, при создании пула необходимо придумать ему название какое-нибудь вот такое сильно говорящее, да, о чем-то, и указать, сколько групп данных будет использоваться вот этим пулом. Вот это вот 180, это вот столько-то вот блоков данных, которые будут в трех копиях, в трех копиях распределяться по всем... Сначала это приложение, правда, я его не поставила, но он меня туда... Ну что же такое за Татьяна Федоровна? Татьяна Федоровна, если слышите меня, напишите в чат, пожалуйста, что там случилось у вас. А мы двигаемся дальше. Так, соответственно, имеется формула, которая говорит, что, в принципе, желательно иметь не меньше 100 вот этих вот placement group для того, чтобы CEF мог оперативно ими манипулировать при распределении данных в случае аварии. Ну и, соответственно, время нас поджимает, поэтому я просто создаю пул с таким вот количеством placement group. Вот, значит, дальше могу показать, что у меня в отчете кластера появилось сообщение о том, что имеются пулы вот с таким вот количеством placement group. А также, если так вот приглядеться к команде pg-dump, то можно будет увидеть, что все эти 180 placement group равномерно распределились по трем узлам, причем вот таким вот регулярным значением. И получается, что одна копия хранится на одном узле и две копии хранятся на оставшихся узлах. Все это перемешивается для повышения отказа устойчивости. Ну, список пулов можно посмотреть вот этой вот инструкции. Так, ну и, собственно, двигаемся дальше. Повторю еще раз, что я буду, как близкий к старым временам человек, показывать, как это дело использовать для хранения файлов. Поэтому я буду использовать вариант CF, который называется block device, RBD pool. RBD, RBD, где буква R, что буква R обозначает? Интересно. RBD, RBD, using RBD. А, RADOS. RADOS – это механизм CF. Почитайте, что это такое. RADOS block device, точно. Хорошо, опять же, время поджимает, поэтому быстро. Говорю, что пул 1, наш тестовый пул 1, буду использовать как блочное устройство. Соответственно, теперь я могу пуле создать блочное устройство несколько. Создаю первое, единственное будет, размером 1 гигабайт. Создаю 1 гигабайт, вот так вот указывается. И, соответственно, можно увидеть, что теперь в пуле 1 имеется блочное устройство, RBD 1. Вот, делай с ним, что хочешь. Что с ним можно делать? С ним можно, например, раздать его по iSCSI. Как его раздать по iSCSI? Надо на все узлы установить, на которых работает OSD-демон, надо установить вот такой пакет. Target RADOS block device. Target RADOS, кстати, в какой-то российской статье. Я нашел описание, как этим пользоваться. И ссылку на эту статью указал в методичке. Так что можете воспользоваться. Так, значит, сейчас оно поставится. Должно поставиться побыстрее. Через ANSIBLE я прям на все 5 модулей ставлю. На все 5 узлов ставлю. Ну, за исключением тех, которые у нас и не будут. И снова возвращаюсь на узел 3. Так, хорошо. Теперь на всех узлах, на которых работает OSD, storage-демон и вот этот тигит. OSCSI target должен создать файл конфигурации, содержимое которого как раз скопировал из этой вот статьи. На Хабре, по-моему, она была. Вот. Ну и здесь название, собственно, OSCSI target, который говорит, что интерфейс будет OSCSI. OSCSI, с точки зрения ЦЭП используется RADOS, блок-девайс, а хранится все это будет в тестовом пуле 1 на блочном девайсе 1. И кто угодно может подключаться. Опять не заморачиваемся безопасностью, что, конечно, в реальной жизни. Так, копируем все это на оставшиеся узлы. Копируем на оставшиеся узлы. Так, соответственно, перезапускаю везде ASCSI target, перезапускаю. Вот. И, собственно, 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 да, ошибка типичная. Ошибка номер 2. Мои слушатели допускают. Вячеслав, команда не работает. Вы ее скопировали с приглашением. А, точно. Так, хорошо. Ну что же, статус можно посмотреть в формальной системе ДМП. Давайте глянем. Так, ну, а мы, собственно, давайте посмотрим, какой-нибудь полезный результат. Берем какую-нибудь систему с ASCSI и инициатором. Честно говоря... Написано, лицензия, загрузка. Да что же это такое? Ладно, бывает же такое. Ага. Значит, какой-нибудь ASCSI, конечно, надо было взять, чтобы это было по-настоящему. Но ASCSI разворачивать долго, а Windows клиент у нас уже есть. И в нем уже есть ASCSI и инициатор, поэтому пусть Windows клиент единолично будет использовать наше хранение. Хранилище. Ну, кстати, не обязательно единолично. Вот. Если у нас там какая-нибудь файловая система кластерная будет, то можно не единолично. Но у нас будет не кластерная. Обнаружение. Заходим в обнаружение и говорим, что порталы можно обнаружить на узле 3. Добавить, да, перечисляем все наши узлы. На узле ноде 4. Так, обнаружить поставил на узле ноде 5. Вот на этих узлах можно обнаружить. Значит, обновить. Захожу сюда и вуаля, вижу, что у меня имеется ASCSI target, который я подключаю. Включаю отказу устойчивость. Посмотрим, кстати, как она сработает. Не очень, я уверен. Говорю, окей. Вот, говорю, что говорю? Говорю, где у меня там диски-то есть. Так, управление дисками. Говорю, управление дисками. А вот диск обнаружился. Смотрите, в гигабайт можно спокойно создать простой том. Да, ну, никакая не кластерная система, поэтому будет персональный диск. Так, дальше в блокноте этот диск нам стал виден. В блокноте. Так, ну и давайте посмотрим, как это работает. Интересно же, какие-нибудь данные туда нашарашить. Давайте оценим, как это вообще бодро или не бодро работает. Значит, сделаем мы с вами следующим образом. Так, сейчас сделаем следующим образом. Сделаем мы с вами следующим образом. Начал я искать. Как же в Windows? Как же в Windows начал я искать? Как же в Windows? Файл создать большой. Сразу нашел команду. Создаю файл, а место не кончается. Думаю, что такое? Оказывается, команда создать файл создает разреженный, так называемый, файл. Пустой файл. Начал искать дальше и нашел, 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 как в Windows создать большой файл. Даже ссылку сделал. Вот как они рассказывают. Они говорят, создайте файл из двух байт. Задача такая про шахматную доску и зернышки, знаете? Вот примерно как там. Создайте файл из двух байт. Вот. Создали. Теперь в цикле скопируете этот файл вот столько раз. Файл превратится в килобайтный. Ага. Теперь в цикле скопируете еще раз. Файл превратится в мегабайтный. Вот. Смотрите, подтормаживает. А теперь сделаем его четверть гигабайта. И такой уже файл позволит нам всякие интересные эксперименты проводить. Всякие интересные эксперименты проводить. Уже можно мониторить там, сколько у нас места занято и так далее. Но сразу же дождемся проблем, чтобы уже показать. Так показать. Ну, а вот здесь, собственно, можно наблюдать, как файл растет. Растет. И, собственно, получается настоящий, плотный, занимающий место на диске файл. Так что имейте в виду, если в Windows надо переполнить файловую систему, вот вам, пожалуйста, способ такой. Так, да, видите, кстати, подтормаживает, да. Ну, что я могу сказать. И файл, в принципе, уже не такие маленькие. И, конечно, виртуализация у нас тут все как бы в рамках одной машины. Так что это не является признаком того, что CEF работает не очень быстро. Но, в принципе, поскольку это все-таки софт-ориентированная система хранения данных, может и не самая производительная. Поэтому закладка «Производительность». Не, ну, Windows-то что там интересного, производительность? Там, скорее всего, он ничего не делает по эсказе. По эсказе. Так, диспетчер задач вроде бы. Но я небольшой спец по Windows, поэтому… Ну, давайте подробнее, да. Ну, так, CPU. Так, память, диск. Что вам еще показать? Ну, короче, вот так. Ладно, да, сеть. Хорошо. Тогда мы двигаемся дальше. Что мы делаем дальше? На этом мы не останавливаемся. Где мы начинаем этот файл копировать? У нас там гигабайт, помните было, да? Так, раз, копировался. Так, третья копия у нас появляется. Так, сейчас у нас опять будет четвертую копию пытаюсь. Ой, смотрите, что четвертая копия говорит. Четвертая копия говорит, места нет. Нету места. Что же делать? Что делать? Сценарий. Нехватка места. Так, нехватка места. Что делаем? Ну, во-первых, можно просто расширить. У нас же там в пуле-то было 4 гигабайта, да? Поэтому мы… А, нет, сколько у нас в пуле было, мы не знаем. Сколько в пуле было, мы не знаем. И самое время показать команду, сколько же у нас места занято и чем. Чем место занято? Посмотрите, говорится, что в тест пул-1 с учетом хранения трех копий у нас имеется вот сколько гигабайт, да, доступных. А вот столько вот используется. А столько вот, да, вот столько вот используется. Еще раз помним, что три копии хранятся. Вот поэтому накладные расходы большие. Соответственно, сам пул используется вот настолько, всего лишь 27%, а место кончилось, потому что мы пожадничали при создании блочного устройства 1. Поэтому мы берем и просто делаем его ресайз. Делаем его ресайз. Допустим, так думаем, ну давай вот столько вот сделаем. Кстати, не факт, что правильная цифра, да, можем и переполнение устроить. Это по сценарию и есть. Значит, сделали ему ресайз, перезапустили везде таргеты, поскольку он у нас поменялся. Вот, идем на наш Windows. Идем на наш Windows. Так, и на Windows видим, что мы видим. F5 надо нажать. О, смотрите, появилась область новая. Берем и расширяем. Расширяем том. Расширяем том. Готово. О, расширим том. Ну что, можно дальше копировать. Можно дальше копировать, повторить попытку, говорим. Ну давай, люди смотрят, соображают. Сейчас он поймет, где она, что с ним. Да, да, смотрите, да. Полка, полка, полка. Да, спасибо за совет, Петр, хороший совет. Есть чем занять людей, пока оно копируется. Так, скопировалась третья копия. Смотрите, нахорошо, двигаемся дальше. Так, еще одна копия. Поживее дело пошло. Еще одна копия. Так, дайте подгляжу в методичку. В методическом. После копирования десятой копии будут проблемы. Я же план создал, да, сценарий, можно сказать. Так, сколько у нас копии уже? Шесть, седьмая копия пошла. Вот можно, кстати, вот какую вещь. Ceph-s же у нас, да, команда. Вот она показывает, какие процессы у нас идет. Файловый вот вывод, скорость и так далее. И можно запустить ее вот с такой командой. Посмотрите. Вот, вот, вот. Вот она сейчас раз в секунду будет обновляться. Так, ну а я продолжаю. Сколько у нас копий? Так, семь, семь. Восьмая копия пошла. Так, восемь копий. Так, ага, восемь. Девятая копия пошла. Так, и десятая копия. Вот, значит, расчеты сценария фильма говорят, что на десятой копии у нас должна произойти проблема. Вот она, посмотрите, сообщается, что парочка object storage демона у нас, да, 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 подсвечивает. Хорошо, Петр, что вы подключились, да. Преподу всегда приятно что-нибудь узнать. Принято, да. Но здесь в глаза, да, бросается, поэтому, да, difference, да, круто, круто. Так, значит, оно бросается в глаза, и у нас начинается проблема. Проблема у нас заканчивается... Чуть-чуть опоздал, правда. Невозможно. Татьяна Федоровна, что же это такое, а? Ничего страшного. Это нормально, мы преподы привычные ко всему. Так, двигаемся дальше. Хорошо, значит, сценарий, сценарий кончилось место. Что нужно сделать? Нужно предпринять какие-то действия. Например, одно из действий, которое временно поможет решить проблему, заключается в том, что мы можем уменьшить количество копий. Мы можем сказать, а давайте сейчас для этого пула установим количество копий только две. Вот так вот, только две. И через некоторое время, соответственно, у нас кластер придет в состояние нормальное, потому что уменьшится количество placement групп и так далее. Но две копии – это несовременно, надо три копии. Поэтому пока у нас балансируются данные, чтобы, значит, варнинг этот прошел, мы добавляем еще один узел ОСД. Давайте добавим еще один узел ОСД и делаем это буквально следующим образом. Мы берем на шестом узле, можно даже подключиться к нему, ноде 6, шестой узел у нас простаивает, стоит без дела. Берем и запускаем Object Storage Devon. Причем сделать это, судя по всему, достаточно просто. Вот такой вот инструкции. Берем и говорим, давай, запускайся, инициализируйся. А, ну, говорит, конфигурации нету. Да, ну ничего, Вячеслав, третья ошибка. Значит, нужно что сделать? SKP скопировать на шестой узел конфигурацию. Да, почему не эту? SKP, SKP копирую на шестой узел. Вот это, CEP.CONF на шестой узел копирую. Так, дальше к нему подключаюсь. Так, и, собственно, пробую еще раз инициализировать. Object Storage Devon на этом узле, используя свободный, то есть просто беру и докидываю еще один узел. Докидываю еще один узел. Вот, ну и можно, в принципе, и здесь посмотреть CEP минус S. Ну, я сейчас вернусь на третий узел. Он у нас как-то управляющим оказался, да? Поэтому на нем продолжим. Вот, что я на нем продолжу? Продолжу мучить наш с вами кластер. А именно вот что сделаю. Значит, во-первых, верну три копии, скажу. Нет, пускай будет все-таки три копии. Теперь у нас место должно быть. А во-вторых, увеличу количество Placement Group. Поскольку у нас теперь четыре узла, то должно быть… Ну, еще раз, количество Placement Group. Вот здесь вот есть вот формула. Вот есть формула, да? Вот. Но как-то я попробовал с такими цифрами, откуда-то я их скопировал сначала. То есть, по идее, можно и поменьше было. Ну, и еще про Placement Group. Количество вот этих вот блоков, которые хранятся в трех копиях у нас будет. Тоже интересно, в документации сказано, что надо. Вот как вам вот такая вот строчка посмотреть? Так, да-да-да-да-да-да. После того, как вы увеличили количество Placement Group, вы также должны увеличить количество групп для размещения. Прежде чем кластер начнется делать. Если вы смотрите это, напишите мне, что все-таки означает. Placement Group – это понятно, что такое. А что такое PGP – Placement Group для размещения? Ну, можно, в принципе, подойти как инженер. Сказано увеличить. Значит, увеличим. Вот. И дальше запускаем вот этот вот. Ну, давайте минус D запустим. У нас рекомендуют, почему бы нет. И, собственно, ждем, устаканится ли у нас когда-нибудь кластер. Ну, я думаю, что эта опция неплохо работает, когда у нас мало изменений. Когда у нас текст примерно одинаковый, да. Хотя вот уже и сейчас неплохо работает нам. Но здесь просто количество строчек будет меняться и так далее. Что сейчас происходит? Сейчас вот эти Placement Group или данные тиражируются теперь уже по четырем узлам, так, чтобы размазаться, как вот масло по петерброду. Вот. И, собственно, вот эту команду можно еще раз вывести. Ceph, OSD, Ceph, OSD, DF, DF, чтобы посмотреть, сколько у нас, на сколько процентов у нас использовано. И вот на каждом узле у нас всего 250 Placement Group. В трех копиях 250 умножить на 3, разделить на 4. Вот, грубо говоря, столько-то Placement Group на каждом узле. Ну и сейчас давайте дождемся, пока оно у нас устаканится. Ага, я понял, не слышит и не видит, но бывает. Оно уже устаканилось, между прочим. Смотрите, все у нас хорошо. Ну что, давайте аварию устроим. 45 минут у нас, конечно, уже прошло. Вот, все работает, данные у нас хранятся. Но все-таки отказоустойчивость, да. Никто не против аварию устроить. Подождете еще, побудете вебинаре. Авария узла. Значит, хорошо, принято, да. Авария узла. Ну, чтобы такое устроить, давайте устроим по-настоящему. Вот у нас третий узел, видите, он еще у нас такой, можно сказать, мастер узел. Берет и ТД есть. Как вот такая авария, нравится? Короче, такой жесткий сценарий. Выдернули из розетки. Ну, чтобы уж прям окончательно, без шансов назад, вот так вот сделаем. Как вам такое нравится? Все, ничего нету, все сломалось, все пропало. Что же делать? Что же делать? Тут даже оторвать консоль уже от него трудно. Видите, да? Записывайте лайфхак. Из 90-х годов. Как оторвать зависшую SSH консоль? Ни Ctrl-C, ни Ctrl-D, ничего не работает абсолютно. Надо нажать Enter, тильда, точка. Как вам это нравится? Бабах, все, я вернулся на первый узел, который у нас в битве не участвует. И, соответственно, сценарий. Так, да, да, но посмотрим, как у нас пользователи себя чувствуют. Все-таки интересно. Интересно, как пользователи себя чувствуют. Честно говоря, первое впечатление, что все работает. Думаю, что да, вроде ничего, надо же так. Не это самое, может быть, и все в порядке. Может, действительно, отказоустойчивость, там все дела. Вот, но, честно говоря, честно говоря, я, насколько знаю, ничего это не работает. Сейчас я попробую удалить файл. Вот я его удалил. А сейчас попробую скопировать. Я когда в ISCAD-инициаторе указывал, да, все, ребята, кончилось. Отказоустойчивость не сложилась. Значит, да, указывал порядок обнаружения. Я специально указал ноде 3, чтобы добиться этой ситуации. Потому что ISCAD-инициатор Windows 10 подключился только к третьему. Только к третьему. И, честно говоря, пока не сделаешь вот так вот, прервать. Еще не факт, что давайте посмотрим, да. Отказоустойчивость у нас какая-то. Ради чего мы это делали? Пока не скажешь прервать. Он сейчас будет пытаться договориться с третьим узлом, что да, до свидания. Больше я с тобой не общаюсь. Вот. Ну, вроде, а теперь говорим подключить. Подключить, да. Подключить. Тоже интересно, да. Вот. Подключить. Давай. Где там мультипаста у тебя? Подключайся. Люди смотрят. Да, да. Не хочу добавлять узел, пока не подключится. И не буду этого делать. Давай. Ага, да, да. Название баша. C-M-E-D-E-R. C-M-E-D-E-R пишу. C-M-E-D-E-R. Вот такая команда. Очень мне понравилась. Очень рекомендую. И прямо, можно сказать. Ну, давай. Ау. Ну, подключалась, подключалась. Давай, соображай быстрее. Ну, ладно. Пока оно будет начинать подключаться, я просто, чтобы время не тратить, значит, что мы сделаем? Значит, USD-POOL до САНа. САС до двух. Не знаю, будем уменьшать или нет. Пользовать, прервать, подключить. Чувствуют они себя плохо, да? Так, временно уменьшаем. А, да, уменьшим. Почему? У нас же теперь опять авария. Правда, я там данные удалял и так далее. Ну, ладно, давайте уменьшим количество копий, чтобы снизить нагрузку. Вот, а уменьшим мы это количество, ну, допустим, на каком-нибудь узле, там, ноде 4. Уменьшаем количество копий. Так, снизить нагрузку нам надо. Соответственно, CF. Да, заодно давайте посмотрим, что там сам кластер говорит. CF минус S. Так, да, 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 да. Значит, говорит, что у нас один OSD-даун, у нас, соответственно, правда, Quorum остался четвертый и пятый узел. Так, один монитор у нас умер и так далее. Идет перераспределение данных. Ну, и, в принципе, должно оно вернуться. Ну, не в Health. Ок, потому что у нас одна, у нас проблема с объемом данных должна уйти, потому что мы уменьшили количество копий. Ну, а я продолжаю. Значит, чтобы нам с вами меньше править конфигурации, мы поступим следующим образом. Мы сейчас вот этот узел, который у нас в резерве, вот стоит, как бы ничего не делает, просто сделаем третьим узлом. Вот, и все конфигурации восстановим. Значит, для этого мне надо всего лишь ему присвоить третий IP-адрес, присвоил третий IP-адрес. Далее мне надо вернуться на Ansible и, собственно, так, почистить ERP-кэш надо. Да, да, почистил ERP-кэш. Так, дальше Ansible Playbook. Я опять выполню Playbook по настройке, значит, роли узел. И вот, посмотрите, крутой Ansible должен понять, что все узлы у нас, которые были, остались без изменений. Седьмой стал недоступным, третий стал доступным. И, собственно, видите, на третьем он видит не те файлы конфигурации, только там что-то меняет. То есть он сейчас только третий узел нам теперь сделает третьим. Да, был седьмой узел, а стал третий узел. Перезапустил его. Ну, а как чувствует себя пользователь Windows-то, хотелось бы знать. Ну, честно говоря, начали чувствовать себя лучше. Начали чувствовать себя лучше. Прошло время, да, вот, пожалуйста, исправен, том и так далее. Ну, на кого бы свалить. Вот, мой ребенок сказал, что аискази-инициатор в Windows-е не очень хороший, я ему верю. Вот, но если это не так, если дело все-таки в каких-то галочках, которые я не поставил вот в этих окошках, и вы знаете, что там надо, напишите. Так, ну, а мы двигаемся дальше. Мы двигаемся дальше. Значит, у нас появился третий узел, совершенно новый, чистенький, поэтому мы, собственно, берем конфигурацию с четвертого. Так, берем конфигурацию с четвертого. Подключаясь я к третьему узлу, третьему узлу, все действия будут здесь. Новый третий узел у нас, восставший из пепла, тот у нас погиб. Так, копируем, копируем конфигурацию, копирую конфигурацию. Копирую конфигурацию, вот этот вот файл наш основной, тот, с которого мы начали с четвертого узла. Так, ноди 4, вот в этот файл копируем. Так, дальше, значит, дальше, дальше, дальше. Создаю, да, прямо вот повторяю вот инструкции, которые у нас были. Ну, в принципе, можно было скопировать этот файл тоже с четвертого узла. Мы его не перезапускали, четвертый узел, поэтому скопирую. Скопирую, да. Если бы перезапустили, каталог бы почистился, и просто надо было бы его вот этими инструкциями монмап создать, поэтому с халявлю, с халявлю скопирую с четвертого узла тоже, тмп. Так, дальше, дальше. Создам каталог под монитор, под монитор, как мы это делали на старом третьем узле. Инициализирую его вот этим вот картой, картой узлов CF. Так, и, собственно, запущу монитор, запущу монитор, запущу, запропишу его в автозагрузку. Так, также сделаю менеджер, как бы мы с вами обсуждали, что не знаю, надо это или не надо делать, но, собственно, восстанавливаю все на третьем узле, как было, да. Так, ну и, соответственно, CF минус S должно начать рассказывать, что у нас, что у нас, что у нас, мониторы все, менеджеры все, один OSD даун, да, ничего не скажешь, да, даун есть, так и будет, между прочим. Так, ну и места у нас мало опять, у нас мало места опять, ну, честно говоря, посмотрю, удалил я там файл или нет. Так, сколько у нас копий считаем? Считаем. Ну, чего? А, нет, все, 10 копий, да, 10 копий места мало, поэтому, если мы сейчас количество резервных копий до трех поднимем, у нас опять кончится место, поэтому по сценарию мы и Object Storage Devon тоже на третьем узле запускаем, запускаем, ну, благо, что здесь достаточно просто вот такую вот инструкцию выполнить. И сразу он инициализируется, сразу добавится в кластер, сразу по нему будут распределены placement group, короче, такая вещь умная сама по себе, вот, иногда ведет себя слишком разумно. Так, да, да, так, хорошо, тогда, тогда, значит, тогда что мы сделаем, тогда увеличим количество, то и запускаем МСД, а, все, восстановим, да, восстановим, у нас же еще и айсказе таргет должен быть, поэтому копируем с четвертого узла инфигурацию айсказе таргета. Сам пакет установлен втихаря, был установлен, поэтому, так, пишу, скп, айсказе таргет четвертого узла, айсказе таргет, копирую вот в этот вот файл. Так, у кого-то микрофон, друзья мои, пожалуйста, потерпите чуть-чуть, скоро. Так, и перезапускаюсь. Так, ну, это Татьяна Федоровна, наша любимая. Так, хорошо, так, перезапустил, соответственно, что осталось, смотрю уже в сценарий, потому что вечер, пятница. Так, возвращаем ОСД Пулл Сайз к количеству резервных копий равным 3. Возвращаем количество копий равным 3. Опять у нас сейчас пойдет перераспределение данных. Данных. Так, ну и, соответственно, один ОСД даун у нас. Что остается? Остается удаляем из списка вышедшие из строя ОСД. Значит, удаляем вышедшие из строя ОСД. Как это? Ну, надо, во-первых, увидеть, какие у нас ОСД имеются. Так, да-да-да-да-да, сейчас я найду команду подходящую, например, вот такую. И вот хорошо видно, что у нас имеется Object Storage Demons вот с такими идентификаторами. И вот нулевой как раз у нас был самый первый, который и погиб. Погиб. Вот зная номер ОСД, я могу, зная номер ОСД, я могу его удалить. Вот такой вот командой. Так, 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 так. Та-да-да-да-да. Ну-ка. А, ну, видимо, меня или предупреждают. Да, так. Или все-таки оно не хочет, не хочет, все это не строит. Или оно хочет все-таки дождаться, знаете, чего? Наверное, оно хочет дождаться окончания перераспределения данных. Давайте дождемся окончания перераспределения данных, и можно будет вот эту инструкцию попробовать сделать, потому что нас предупреждают, что еще процесс не завершился. Так, ну что, тогда пока мы с вами это ждем, давайте я в чат посмотрю. Значит, в чат посмотрю. И, собственно, по поводу Вагранта. Хорошо, курс автоматизации. Да, абсолютно согласен, но для этого нужно, что нужно? Для этого нужна какая-то причина, какая-то задача. Я вот Вагрант не стал показывать в данном вебинаре не только из-за экономии времени, но потому что Вагрант – это явно что-то, управляющее облачной инфраструктурой. Соответственно, нужна задача какая-нибудь красивая, которая скажет, посмотрите, вот в облаке она решается очень интересно, нам надо вот столько-то узлов. Вот, поэтому возвращаем мы потихоньку вот этот вот курс, там специалист Linux уровень эксперт. У нас сейчас новый преподаватель, очень хороший по докеру, значит, Илья Кузнецов, рекомендую. Можете посмотреть, он ведет вот как раз занятия. Он как раз из индустрии, и вот я как человек из индустрии, я читаю то, что знаю, да, хорошо, там, телефонию и так далее. Сейчас у нас приемная комиссия в МВТУ имени Баумана, и оказалось за два дня, да, старт приемной комиссии, что телефонию мы не купим стороннюю, да, колл-центр и так далее. И буквально начальнику нашему сказали, надо телефония завтра, вот колл-центр. Вот я собираю колл-центр, ну, я профессионально и читаю курсы по телефонии и так далее. Так и здесь. Вагрант хорош, конечно же, нет такой вот задачи, да, изучить Вагрант. Есть задача, которая покажет, что Вагрант удобно использовать. И, например, может быть, в институте было бы его интересно использовать для развертывания каких-нибудь виртуальных у нас свое как бы облако, приватное, да, или корпоративное облако. Но, к сожалению или к счастью, у нас куплена Весфера со всеми регалиями, и там, конечно, в этой Весфере все есть. А вот чего нету, так это я не вижу, это самое, не вижу, что я не вижу. Не вижу я, не вижу, чтобы у нас все устаканилось наконец-то. Да, у нас не вижу, чтобы устаканилось. Не вижу я, не вижу. И главное, что я не вижу, я не вижу файлового ввода-вывода. Ну, давайте его пошевелим. Пошевелим, пока особых идей нету, я хочу сделать вот что. Я хочу опять количество size уменьшить до 2, до 2, чтобы он там начал файлы перераспределять, а потом, соответственно, вернем 3. И у меня предположение, что... Давай, давай. Вот он, вот он. Вот он. Давай, люди смотрят. Вот мне нравится, что вот вывод не показывает она. Примагает. Так, ну увеличил количество Placement Grow, по крайней мере, в документации было сказано до 300, что не начнет ребаланс CF Cluster, пока вот не увеличим. Вот это вот количество, согласно вот этому количеству. Давайте посмотрим, сейчас он придет в состоянии. Уже пора бежать в телефонию настраивать. Сценарий. Что-то я слишком быстро, наверное, сделал. В какой-то момент не дождался какого-то процесса. Но с другой стороны, да вот у него логи. Все, все перед глазами. Ну, короче, оно ожило. Время надо было. Время надо было. Может быть, даже количество Placement Grow можно было не увеличивать. Значит, все-таки я хочу попробовать удалить ненужный. Хочу удалить ненужный. Так. Вот так вот. Ага, видите, нулевой у нас. О, уже Storage Demo. Ну-ка, давайте попробую опять его сказать, что... Значит, первая команда говорит, что хочу его... Да, да, вот, пожалуйста. Теперь он действительно... Все, что на нем было, распределено по другим OSD. И можно, соответственно, можно удалить... Удалить, удалить. Финальная команда у нас должна привести к тому, что... Вот такая, да. И забудь про этот... И забудь про этот OSD навсегда. Так, ну вот теперь все красиво. У нас 4 OSD и, соответственно, здоровье кластера. Здоровье кластера опять подорвалось. Давайте теперь дождемся. Да, казалось бы, все так хорошо, интересно. Да, да. Что вызвало причину? Ну, интересно, что вызвало причину перераспределения Placement Group при удалении OSD, на котором уже как полчаса нет никаких данных, вот. Но будем считать, что это фича. Вот. Ну, а на этом все. Спасибо за внимание. Буду рад, если вы попробуете это воспроизвести. Буду рад комментариям к записи, если смотрите запись. Буду рад, если на курсы к нам придете. Ну, а самое главное, что по всем курсам вы можете посмотреть планы лабораторных работ. Не надо для этого там платить деньги и вытаскивать кота в мешке. На Вики Валбе Мастауру в разделе материалы по методике чтения курсов есть планы лабораторных работ со всеми конфигами. Единственное, без комментариев. Ко всем курсам. Я говорю, заходите вы на Астериск пойти. Пожалуйста, берете и смотрите, какие лабы там, какие темы, какие файлы конфигурации. Так что, так что можно даже не ходить скопировать. Ну, все. Спасибо. Побежал я настраивать телефонию. Вот. Если у вас есть знакомые, племянники, кто-то, Пауманку очень рекомендую. Свой альдмаматор. Учиться трудно, но если не вылетит ребенок, то станет настоящим инженером. Всего доброго. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.